Здравствуйте, меня зовут Светлана и мы сегодня с вами поговорим о том, что у наших курочек начинается осенняя линька. Да, скоро на носу август, но этот процесс не быстрый, линька длится от одного до трех месяцев. Вот этой курочке уже около двух лет эта курочка начинает входить в линьку. И многие спрашивают, как определить. Вот видите, перо уже начинает, видите, тусклое, оно начинает уже взъерошиваться, курочка уже стала, видите, не светиться. Все, видите, вот крылья начала сбрасывать. Нам, вернее, курица начинает готовиться к зиме, потому что сейчас у нее, видите, пуха нет. У нее летнее оперение, чтобы ей в жару было не жарко. Также вот и шея, видите, никакого пуха нету, чистая, как говорится. Теперь ее задача сменить оперение летнее на зимнее. В любом случае куры линяют. Что бы мы ни делали, кто бы что ни говорил, мои начинают входить в линьку. Этот процесс, как я уже сказала, не быстрый. Бояться этого не надо, но он обязательный. Птица начинает чувствовать, что скоро наступают холода. Ведь не оглянешься за горами, уже световой день у нас начинает уменьшаться. Мы не можем чувствовать. Они же, конечно же, чувствуют. Да, моя хорошая. И в чем проблема вся линька? Линяли бы они, долиняли бы там, бегали они голые, да бегали. Они уменьшают свою яйценосность, потому что всю свою силу и энергию курица перекладывает, чтобы возобновить перо. Чтобы был пуховой, у ней пушок здесь вырос, чтобы, как говорится, зимой она не замерзла в любом случае. Курица перестает нестись. У ней, видите, уже гребень все потускнела. Это не несется курочка. Это доминант у меня. Вот. Перья уже начинают, как я на крыльях, уже сваливаться. Видите, перо такое взъерошенное. Она становится такой неаккуратной. Вот. Это значит, начался процесс линьки. Вот тут уже вообще полу-полу-полу-голая. Вот. Здесь ничего страшного. И что нам надо сделать в этот период? Надо, чтобы у курочки, мало того, что не было стресса, как говорится, и нам не переживать, что вот она перестала нестись. В пере содержится 80% белка. И поэтому нам надо с вами сейчас делать то, чтобы восполнить вот этот вот пробел белка, который сейчас курочка будет забирать для своих перьев из своего организма. В это время могут чуть-чуть падать иммунитет, но потому что все силы уходят на смену перьевого состава. Куры линяют и весной, и осенью. Ну, как и собаки, по-русски говоря, как все животные, все линяют и лошади, и коровы, готовятся к зиме. И все это начинается постепенно. Курица не может за одну неделю сбросить все перо и приготовиться к зиме. Мои куры, конечно, не ходят вот такие, прямо как бывают голые. Они ходят у меня вот так вот помаленьку, но видно, что курицы начали линять. Белок. В чем у нас содержится белок? У кого-нибудь есть коровы, можно и обратно, можно и творог давать лишний. Вот. Можно заменять белок, конечно, горохом. Я вот сейчас вожу, начинаю горох побольше, там большое содержание белка. Обязательно сейчас мои девочки будут получать кукурузу. Начинаю раз в неделю дрожжирование кормов, потому что там содержатся витамины группы В, но по чуть-чуть. Им не надо зажиреть в этот период, когда они не несутся. Вот. Им надо обязательно сохранить свое здоровье, чтобы оно у нас продлилось всю зиму. Так, сиди, моя хорошая, никто тебя не скушает. Так, еще в воду можно сейчас начинать добавлять хотя бы раз в неделю яблочный уксус. Конечно, хорошо, если есть свой яблочный уксус. У меня еще там чуть-чуть осталось. Я в том году мухлевала с яблочным уксусом. Чуть-чуть. Нет то, что можно купить в магазине. Что делать? Только смотрите, обязательно состав этого уксуса. 20 мл яблочного уксуса на литр воды. И можно их раз в день пропаивать. Можете ставить литр, можете, какая у вас емкость есть. Я использую ведерочки, вы знаете, мне удобно их мыть. Не использую ниппельные поилки. Вот, помыла ведерочка, поставила. Вот. Так что обязательно, вы не переживайте, курочки выленят и начнут свой опять яйценосный процесс. Но они и должны, в конце концов, отдыхать. Не может курица нестись 36-360 дней в году. Она должна в любом случае отдыхать. Сейчас нам просто надо помочь моим курочкам. Так что много вопросов возникает. Курочки начинают сбавлять яйценосность. Не переживайте. Они входят в линьку все по-разному. Не значит, что если они все родились в один день, у них линька будет у всех один день. Нет. Они по-разному созревают. Они по-разному сформированы. Разные породы, разные линии. Курицы по-разному входят в свою линьку. Так что ничего страшного нет. Тут у меня даже у нее уже прямо вот пиранья, дырка. Бима, не будем мы никого есть. Дырка прямо на шее. Еще перо новое не начало. Она только вот сбрасывает старые перья, чтобы восстановить новые. Да, еще в период линьки может у курочек наблюдаться, как говорится, расклев. Они могут, когда вот здесь вот нет, не могу показать. Еще она только-только начала в линьку входить. У них бывают такие черные, когда выходит перо, челные столбушки. Они очень сладкие. И куры могут ими как конфетками баловаться. Что взрослые могут, особенно маленькие. Особенно вот это наблюдала я у своих лигорных далматинцев. Они вообще к расклевам очень такие, своенравные. Ну, я использую, как я говорила, деготь. Капаю дегтем, обрабатываю это место. И запах дегтя не дает им подходить. Я сама наблюдала, покапала и стояла, смотрела, подойдут ли они. Они найдут слабое. Есть, конечно, птицы, которые дадут отпор и не подпустят к себе. Но есть, конечно, птицы послабее, которые, конечно же, подпустят. И эти могут напроказничать. Чтобы вот этого не было, я уже купила свежий деготь в аптеке. Я беру человеческой аптеки деготь. Потому что в садовом брала у нас в магазине, он не такого запаха и не такого качества. Это уже прямо чувствуется, даже вот когда на руку его покапаешь. Так что я буду сейчас своим курочкам. Тихо, куда, куда? Сиди. Курочкам помогать. Вот, или горные мои начинают уже все помаленьку сбрасывать перо. Потому что сейчас зима, ихняя задача, как говорится, сохранить себе здоровье. И чтобы дальше все у нас было хорошо. Обязательно вводим кальций. Можно кальций-трифосфат. И обязательно сейчас вводим серую мешанку. Сейчас я по чуть-чуть каждый день добавляю утреннее кормление им серо. И вот яблочный уксус можно. Также можно еще на протяжении линьки добавлять марганцовочку. Слабый раствор марганцовки. Марганцовка им тоже в это время очень нужна. Но я использую марганцовку. Йод у меня постоянно, как говорится. Потому что при нехватке йода птица начинает болеть. Птица плохо развивается. И у птицы может даже быть плохое перо. Как я вижу, что оперения у моих птиц, вот, все ли им хватает. Во-первых, по яйценосности. А во-вторых, по оперению. Перо должно блестеть. Вот видите, когда она в линьке, все, перо не блестит. Она уже, как говорится, облестела. Вот, и старое перо уйдет. Появится новое. Так что вот такие я сейчас начну делать мероприятия. Потом попозже, когда уже пройдет трава, уже ужохнет все. Сейчас вот видите, какая зелень. Как говорится, все витамины я дам им с зеленью. Сейчас очень много кабачков. Потом начнем форментировать зерно уже. И начнем проращивать зерно обязательно. Сейчас этого не будем делать, потому что еще, как говорится, много зелени. Ну вот смотрите, видите, на этой курице уже явно, видите, шея начинает у нас. Уже все. Голова, ну, голова, ну, раз бывает, выбита, петухи. Вот. И все, перо, видите, уже крылья вот видны. Уже невзрачно. Вот эта курица в полной линьке. Яйца от нее ждать не стоит уже, конечно. Вот сейчас ее задача, главное, перелинять. Это вот зоминант. Ей второй год. Но, я как сказала, доминанты поместные. Не должно быть такого, видите, гребень где-то чуть-чуть черный, краешки черные должны быть красные. Так, будут вопросы задавайте, с удовольствием вам отвечу.